Всем привет! В этом видео я расскажу, как мусора меня провоцируют, вообще какие методы используются. И начну я, вот допустим, с таких моментов. К примеру, у меня мамашка может экскрементами испачкать стульчак унитаза. Немного. Чтобы меня как бы вывести из себя. Либо вот сейчас у меня такая ситуация, что обычный кран, то есть он работает, смеситель. Ну, взять, скрутить его, то есть там холодную воду вот, прокрутить. То есть сейчас у меня кран просто прокручивается. То есть как бы, ну, такая мелочь, да, кажется, случайность. Либо там, ну, я не знаю, могу там что-нибудь читать, начать. И, допустим, сосед начинает хлопать дверью. Так хлопает дверью, что слышно, как будто здесь хлопают. Или, к примеру, вот я сейчас вышел с собакой, идет человек типа невзначай из магазина. И я понимаю, что некоторые могут подумать, что как такое возможно, либо еще что-то. Это как бы ваше право. Я вам говорю, вот, реальность. Типа с пакетом беспалево, типа он не мусорской. Может быть, даже это не мусор, а просто какая-то шестерка засланная. И он подойдет, даже что-нибудь спросит у вас. Может быть, может быть, вы пойдете, вас кто-то заденет на улице. И даже извиниться там скажет, ой, извините там. И все. Спустя там пять метров мимо вас ребенок пролетит там на самокате, чуть не задевая. Ну, что вы там на ребенка будете кричать? Это же ребенок. А потом, рано или поздно, вы просто себя в руках перестанете держать. И с кем-нибудь что-нибудь может произойти. То, что вот потихонечку вас вот так подведут. То есть, как бы выглядит все обычно. Идет там кто-то с магазина. То есть, так и не скажешь, что это вот сосед твой с магазина идет. И именно вот тогда, когда ты идешь там с собачкой. И в чем дело-то? То есть, я бы рад отсюда уехать. То есть, продать долю. У меня уже есть там свои какие-то намерения, как действовать. Но я этого сделать не могу. Вот в чем все дело. Потому что даже вчера, или позавчера, я отправил вот людям, которые скупают доли там в квартире. Скинул фото, а мне пишут, перезвоните. Я ему потом скидываю, ну, фото. Вначале написал о квартире, сколько там оцениваете. Мне типа, перезвоните. Я ему скинул фото квартиры, там, метраж. И говорю, вы цену мне там скажите. А он мне присылает, знаете, вот эту тупость какую-то, как робот какой-то. Перезвоните. Или из вас мусора могут попытаться сделать умственно отсталого. Ну, то есть, к примеру, вот как у меня происходит. Я, допустим, наливаю чайник. Каждый раз кто-то орет за окном. Ну, то есть, с соседнего дома. То есть, я наливаю воду в чайник. Почему я... Я бы сейчас попробовал это сделать. Ну, первое. Все это видит мусора. То, что вот я сейчас записываю, я еще не выкладывал. Второе. Может быть такое, что я не смогу монтировать это видео. То есть, программа неизначально начнет тормозить. И видео будет вот так, рывками идти. Вы будете смотреть. После монтажа. И просто наливаю воду в чайник. Ну, какая-то, я не знаю, ребенок, не ребенок. Начинает орать за окном. Ну, я так подозреваю, что по этой цели, что я там дурачок, либо еще что-то. То есть, я вот так думаю. То есть, вот такие методы. Может быть, там, я не знаю, кто-нибудь наткнется, он подумает, что ты как-то, знаете, вышел ты из дома. А тебе на ногу наступили. Сказали, ой, ну извините. Ребенок вас там задел, чей-то ребеночек. Ну, что на ребенка кричать? То есть, машина там чуть не наехала. Тоже вышло, ой, там, простите, извините. То есть, все как бы по-доброму, все по-людски. Но в какой-то момент вы поймете, что еще-то как-то много совпадений. И, знаете, в какой-то момент, когда у вас раз, два, три, то, знаете, можно себя когда-то просто перестать в руках держать уже, когда это слишком долго может продолжаться. Вот. Это вот такие методы используются. И люди, которые задействованы, если вы думаете, что там это люди могут продавцы, то есть, им скажут, что сказать, я вообще удивляюсь. То есть, вот им говорят, что это делать. Есть продавец, он начинает что-то делать. Ну, скажешь там вот так хлопнуть этой кассой какой-нибудь там, хлопнуть при вас. Он хлопнет, это вот как у меня. Я зашел что-то там, расплачиваю с пятерочки. Она просто берет и хлопает по кассе. Ну, я на это смотрю и не поймем, зачем она это делает. Кран могут подогнать. Вот здесь стройки идут. Подгоняют кран, бессмыслиц, просто поднимают стрелу и опускают. Под окном у меня. То есть, с утра я погулял с собачкой, пришел, думаю, сейчас выпью кофейку, посижу, подумаю. Нет, здесь просто шумит кран. Я за ними наблюдаю, люди занимаются бессмыслицей. Зачем они поднимают, опускают просто кран? То есть, рядом пустырь, дорога. Зачем тебе подъезжать к моему подъезду и опускать этот кран? Вот этот, ну, поняли, за что цепляется крюк? То есть, какая-то бессмыслица. А для чего делать? Ну, для того, чтобы ты не расслаблялся, чтобы ты не думал там. Вот как мне дзен какую-то герунду прислал, а мы защиту какую-то там что-то внедрили там. То есть, ну, как такое возможно? То есть, у меня нормальный доход, а потом он резко падает. И так постоянно, как только я выхожу, более-менее какие-то деньги там начинаю видеть. Вот такие методы. Может быть, у кого-то что-то происходит. Вы, кстати, задумайтесь, а то некоторые из вас, да кому я там нужен? Вот это вот. То есть, может быть, кому-то нужно, я не знаю, вы задумались. Ну, и то есть, такие уже как бы вещи, то есть, я не знаю, ты поставишь в сковородку, твою сковородку куда-нибудь там уберут, ну, в миску там. У меня есть миска, вот я корм собаке насыпаю, а я ее не убираю. То есть, она как бы в сеть, ну, я возьмут, уберут. Там либо и посуду, в которой я готовлю, я ее положу на одно место и возьмут, уберут. Еще кричат, что-нибудь там начнут причитать, что типа, что она здесь делает. Ну, то есть, вот методы. Ну, и все соседи, то есть, там делают, что им говорят. То есть, я там выйду, прошла какая-то мама мимо с ребеночком, какой-нибудь дедушка прошел. Вот я гуляю с собакой за домом. То есть, там такие насаждения, выхожу днем. Тем более, собака-то уже не молодая, ей как бы особо прям долго гулять много и не нужно. Ну, кто-то взял, просто открыл воду, там шланг стоит, никого нет. Уже там второй или третий день просто вода фигачит. То есть, и тропинка, по которой я хожу, затоплена. Просто затоплена тропинка. То есть, ну, я обошел, я понимаю, что у людей не в порядке с головой. Но вы представьте всю эту ситуацию. И это как бы не разовая какая-то, скажем так, ситуация. Это все вот происходит. И люди, которые в этом участвуют, мне вообще интересно, что ими движет. То есть, вот методы, которые они используют. То есть, испачкать стульчак там. Причем, что самое интересное, у нас в доме связь не ловит. Но мать моя с телефоном ходит в обнимку. И вот я заметил. Я зайду, допустим, ночь, дверь открыта, я в ванну зайду, чего-нибудь там, либо по своим делам, короче, в ванну. У ней телефон там начинает пиликать там. После этого она может начать там кашлять. То есть, понимаете, утром у вас кран под окнами жужжит. Приходит мамашка, начинает кашлять, ронять посуду, выключать или громко включать. Выходишь там в подъезд, кто-то дверью хлопает. Мимо тебя какой-нибудь ребеночек пробежит. Кто-то начинает шаркать ногами. То есть, вот такие вот методы. И, в общем-то, на этом все. Главное, что в конце хочу сказать, что это происходит постоянно. Вот. Все. На этом всем пока.